Ребята, приветик! Сегодняшнее видео, наверное, начнется немножко необычно, потому что я хочу попросить вашего внимания, вашей помощи, чтобы вы не были безразличными, попытались помочь, как это возможно, распространением информации или, возможно, передачей средств. Но, к сожалению, такая вот ситуация, я как бы в инстаграме в историях уже постила несколько раз близкий друг моей, можно сказать, знакомой девочки, потому что мы с ней очень-очень давно знакомы онлайн, она одна из моих таких самых первых подписчиц. Так вот, ее другу Анатолию поставлен диагноз лимфома. У него лимфома четвертой степени с поражением костного мозга и внутренних органов. Нужно собрать, конечно, колоссальную сумму на операцию. Пожалуйста, кто может? Я внизу оставлю все данные, его страничку в инстаграме. Такой молодой парень, очень симпатичный. И это просто ужасный кошмар. Я сама дедушку потеряла от рака. И если есть возможность каким-то образом помочь, пожалуйста, не будьте равнодушны. Внизу в описании я оставлю все данные, как можно помочь, все данные банковских счетов из России, для Украины, для всего мира. И также оставлю все его странички и ссылки на его социальные сети. Спасибо заранее. Так, зашла выше мерять лифчики, чтобы вы понимали, что всего этого только один вот этот 75С, а остальное все не мой размер. Не знаю, что будет. Сейчас едем. Снимаю вам немножко, пока дедушки с бабушками пошли гулять. Не помню, рассказывала я в этом влоге или нет, но родители Вадимки прилетели к нам в гости на 10 дней. Уже сегодня они как бы третий день здесь. Сейчас они гуляют. Оливия проснулась. Скоро отправлю их гулять с ней немножко, пока она водорствует. А я как раз приведу себя в порядок, мне нужно тоже там доснимать кусочек для видео. Такая прическа. Сегодня очень-очень тепло, поэтому как раз схожу в душ, соберусь, да. А потом мы с тобой будем продолжать тоже гулять, чтобы ты поспала на уличке. Слушайте, расскажите мне, возможно, у кого-то есть такая же проблема, ситуация. В общем, Оливия поняла, что можно уже бортик стягивать. Да, я сейчас буду мне тебя, наверное, не оговаривать немножко. Что можно бортик стягивать и просыпается почти каждый час ночью. Такое, знаете, недовольство. Стягивает бортик, видит, что мы как бы вот на кровати с Вадимом спит и начинает возмущаться. Хотя пока мы ее вечером, ну, пока я ее вечером укладываю, она спит своей 3 часа, как обычно. Как только она чувствует, что мы уже в комнате, в спальне, вот это вот начинается. Вот сегодня второй день, так вторая ночь. Не знаю, может это знак, что ребенку уже нужно в своей спальне спать, что мы ей мешаем спать. Непонятно, если вдруг у кого-то такое же тоже было, как вы решили эту проблему. Добрый денечек, у нас сегодня суббота. Мы остались наконец-то с Оливушкой сами. Родители пошли с Вадимкой, он повел их тут в зоопарк, потому что мы живем как раз недалеко от зоопарка. Здесь очень-очень красивый зоопарк вообще во Вродславе. Мы с Вадимом уже были здесь год назад. Нет, уже 2 года назад получается. Позапрошлым летом в зоопарке. И у нас такие планы как раз на годик Оливии. Ой, извините, к концу лета тоже, наверное, свезти ее, повезти в зоопарк. Да? Да, у меня обезьянка. Думала, что у меня получится раньше доснимать. Мне надо кусочки для видео, которое... Я хотела, чтобы оно вышло сегодня с утра, но вчера у меня не было времени доснимать кусочки. Так, поэтому сейчас хочу попробовать этим заняться. Вадим? Ку-ку! Я до сих пор в пижаме. В общем, да, что я хочу сделать? Хочу попробовать доснимать эти кусочки. Доредактировать, чтобы... Да, чтобы было готово. Хотя, может, я доредактирую вечером, потому что все равно влог будет уже... О, господи, не влог. Видео будет завтра с утра на канале, и я на ночь поставлю на загрузку. Что это за юный бьюти-блогер у нас тут? Что ты там тестируешь? Ты тестируешь новую базу от Лореаль? Да? Хорошая база? Хорошая база? Представляете, молодую семью выпустили погулять. У нас были планы на сегодня поехать в баню, но Вадимка приболел. Да, видите, шмыкает там носиком, поэтому сейчас посмотрим, поедем в старый центр. Возможно, что-то будет работать, чтобы мы сели где-то поели. Хочу суши. Но сегодня воскресенье, сегодня типа свободный день от торговли, поэтому вполне возможно, что это не получится все, как мы хотим. Ну, посмотрим. Маленькая спит, родители там остались с ней. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы немножко отдохнем просто вместе, как молодые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Здесь уже становится жарковато, если честно В общем, будем сейчас искать А там еще какой-то есть вегетарианский бар В общем, интересно Здесь мне кажется выбор именно еды Все-таки для всех Можно что-то найти, если вы и веганы, и вегетарианец Или если вы сильно любите мясо Поляки тоже очень любят мясо Субтитры делал DimaTorzok Сейчас вот такой непримечательный магазинчик И такая очередь Твой нос в кадре Так-так, идемте качелькам И оставить коляску Качелька Придерживать надо Качелька Класс Ты не отпускай качельку Ты как бы придерживай А то молодец, как дернется Ух ты Класс? Да Доброе утречко Еще сейчас Без 10-12 Как раз к вам, в общем-то Успела насказать Доброе утро В общем, сегодня у нас понедельник Сейчас буду быстренько готовить Скажем так Фирменное блюдо Которое вы очень часто видите Просто буду запекать Овощи, мясо, картошку Свекоры сейчас как раз вышли Немножко с маленькой погулять У меня очень У меня очень-очень грязная голова Чуть попозже схожу в душ Вчера уже Не было как-то настроения Идти в душ Как-то времени не было В общем, мы решили выйти погулять Я решила, знаете, не париться Сильно насчет прически Так, буду сейчас Подготавливать Овощи как раз на всех Приготовлю на обед Как раз и Вадимка придет И они как раз придут с оливкой И попутно пью кофе Это свет плохой Сегодня вообще такая странная погода Вроде как обещают После 12 еще будет дождь Ночью был какой-то такой дождь С грозой И очень сильно парит Душно Душно, знаете, как перед дождем Именно В общем, я пью себе кофе С миндальным молоком Я, по-моему, снимала Но как-то ничего не рассказывала Я просто решила вообще По максимуму исключить Цельное молоко Потому что У меня очень плохо организм Усылаивает молоко Цельное Я сыр очень люблю А все остальное Мне как-то не сильно идет Но кисломолочь Как бы понятно Она хорошо идет Она полезная Молоко У меня постоянно раздувает Потом, знаете, такая тяжесть Как-то, ну, вообще не идет Поэтому решила все-таки Перейти уже на растительное молоко Попробовать Что оно такое Что из себя представляет И на прошлой неделе Я купила себе Кокосовое молоко Мне очень понравилось Такой у меня получается Классный вкус Кофе с таким вот легким Кокосовым привкусом И решила взять на пробу Миндальное молоко Миндальное, конечно Кстати, я не сравнила жирность Но вот по вкусу Оно жирнее Сбивается сильнее Но нет Особо такого привкуса Поэтому Наверное, кто вот хочет Просто заменить Вот этот новый спортивный топ Который я покупала Покажу вам его потом В покупках на весну Если вдруг интересно Что у меня такое тут торчит Вот Если вам интересно Заменить молочку Там растительным чем-то Но чтобы не было Никакого такого странного привкуса То, наверное, миндальное молоко Это хорошая Альтернатива Доброе утречко Сегодня у нас Какой сегодня день недели Середа Вадимка уехал с родителями Провожать их в аэропорту Провожать их в аэропорт Провожать их на самолет В общем-то Вот и закончились наши гости Было, конечно, сложно В плане со сном маленькое Я уверена, что Многие с этим сталкиваются Кому кто-то приезжает Или если нужно Куда-то приезжать Или уезжать В общем-то Малыши такие Ко всему впечатлительные Да Оливия заболела Вадим вообще Проследился Еще с прошлой недели У него вот это вот Точно так же, как у нее Только насморк Ни температуры Ничего Вот у нее тоже Сегодня третий день Насморк Вчера были у педиатра В общем-то ее послушали Ничего больше не нашли Никаких Ни в ушках Ни горлышка Только вот насморк Ни температуры у нее нет В общем Капаем Купили називин Аспиратором Сопельки очищаем Ну, конечно Это тоже очень сильно Повлияло на сон Потому что Бедненько у нее нос Как бы заложен И она просыпается Или не может заснуть Маленький мой грибочек Моя тиковка Когда ты уже будешь Выздоравливать Сопельки Это так неприятно Видите Под носиком Блестит под носиком Да, мадам Ждешь с ложкой Сейчас будем завтракать Мне еще тут пришла Посылочка С корейской уходовой косметикой Тоже вам попозже Уже все покажу Не хочу сейчас В общем Это все разбирать Нужно немного тут Навести порядки Вчера готовила тоже Панкейки для всех Мы так уже с вечера Не мыли посуду Потому что Чтобы маленькая Пока она спала Что тут не Не крыхтеть Не шуметь Были то, что я говорю Вчера с Вадимом В торговом центре И мне вот Последнее время Несколько раз Уже брала Мне понравилось Вэт на кафе То есть Польша знает Кофейни Но кофе Там не могу сказать Что прям Что-то сверх особенное Учитывая тут Факт Какая цена Я лучше куплю Пачку Хорошего кофе Домой Куплю себе Куплю себе Тоже растительное молоко К примеру Но мне очень понравилось Я попросила у них Когда-то капучино С соленой карамелью И мне так понравилась Карамель в кофе Вчера я попросила себе Капучино Не с коровьим молоком А с овсяным молоком Мне кстати Очень понравилось Надо будет посмотреть Если в магазине будет Взять именно овсяного молока Такой вот Ну классно Оттеняет вкус кофе И увидела Я почему-то раньше Как-то не обращала внимания Что у них там Эти корзинки лежали Они продают Свои же сиропы Которые они готовят То есть в принципе Здесь карамель Мёд Соль Что вот такой вот Купила себе И учитывая тот факт Что я вчера Себе за капучино Заплатила 14 злотых Потому что Целая банка карамели Стоит 15 злотых Это вообще недорого И опять же Купила себе Буду короче Дома готовить И не париться Сейчас хочу вам показать Что мне пришло Из ухода Да? Ку-ку Ладушки, ладушки Так, я так понимаю Кое-кто будет мне помогать Показывать вам поселку Да? Будешь помогать? Видите, положила туда подушку Чтоб она не лезла Потому что она лезет туда На столик Там столько всего для неё Интересного Из того, что нельзя В общем Появилась у меня Новая марка Корейской косметики Называется Пуррито Так, ты будешь рассказывать Что мне пришло? Достану всё из коробочки Положили очень много Разных пробничков Вообще корейцы В этом плане Конечно, молодцы Что у них на все продукты Есть пробники Потому что я там смотрела Много всего интересного Но Столько всего Мне тоже не надо А так будет круто попробовать Если что, потом взять Тут как раз Есть пробники Таких продуктов Которые мне было интересно Приобрести Первое, что я заказала Это вот такие вот Из серии Сентелла Грим Такие ватные диски Не знаю, что точно они выглядят Что такое На коробочку Наехала Не знаю, как они точно Еще выглядят Но, в общем Для очищения кожи Они служат Как пилинг От каких-то высыпаний От покраснений И так же получается Тоже выступает В принципе Как и тоник Можешь мне, пожалуйста Очень классно Что у них такие коробочки Из такого картона Если честно Я даже себе представляла Вот на сайте Когда смотрела Думала, будет поменьше Думала, почему-то Что упаковка будет Как обычный крем Знаете, с такими Небольшими Ватными дисками Как инструкция В рисунках Показана Как можно использовать Эти штуки Но К сожалению Тут внизу Все написано На корейском Но вот по бокам Написано На английском То есть Как использовать Как забавно И Вот этот Вот такой Щипчики Чтобы брать Эти диски Такие вот Смотрите Ватные диски Пахнут Травками Слушайте Это, наверное У меня Самая какая-то Хаотичная Распаковка Потому что Эта штучка Все у меня Забирает В общем Вот такая Вот Следующая Заказала Эссенса Ферментированный Комплекс Я очень там Смотрела Разные Думала Может быть Какой-то Серум Себе Но у меня Еще есть Просто Новый Серум Отланком Не хотелось Повторяться А вот Такие Эссенсы Это Знаете Такой Именно Комплекс Много Где Видела Особенно Конечно У корейцев И очень Было Интересно Что Тоже Это За Штука Такая В принципе Используется Так же Как и Серум Какой-то Подходит Для Сияния Кожи Тоже От Морщин Для Осветления Кожи Так Сайка И Тоже Помогает Увлажнению Последнее Зеленый Тоник Тоже Сентелла Грин Серия Успокаивающий Тоник У них Почему-то Не много Тоников По-моему Это Единственный Тоник Который У них Есть И В принципе Он Подходит Так Для Всех Типов Кожи Так Кто Понимает Английский Можете Тоже Так Прочитать Ну В общем Почитаю Вам На Русском Здесь Получается Есть Какая-то Сентелла Азиатика 10% Это Вот И Есть Серия У них Полностью Такая Влажняющая С этой Сентеллой Пантенол Какой-то Экстракт Видимо Еще Каких-то Растений Также Здесь Есть Гиалуроновая Кислота И Здесь Хорошо Что Тоже PH 5,5 То есть Не нейтральный А именно Кислотный Ниже 5,5 Это Такой Приближенный PH Как Наша Кожа Поэтому Не Будет Сушить Ее А П Р не надо корейский бренд позиционирует себя в том что он старается меньше использовать каких-либо химических элементов в своем составе у них безопасные натуральные ингредиенты это все переработанная бумага что тоже очень круто в общем да я очень надеюсь что мне понравится эта новая серия буду пробовать потому что опять же говорю вот у меня все таки есть и люкс в уходе и масс-маркет в уходе ну хочется что-то новое попробовать конечно какие-то свои любимчики в любом случае я не уберу потому что наверное всего ухода вот лярошпозе у меня один из самых любимых брендов все-таки вот аптеку лярошпозе это первое место знаете когда меня о чем-то спрашивают в плане ухода вот этот реально тот бренд который я всегда могу с чистой душой с чистым сердцем вот посоветовать кому угодно там деткам людям с акне с чувствительной кожей слушайте сейчас как ливанек сейчас в общем быстро завариваю вадиму кофе я одета прям знаете супер просто мне кажется реально сейчас ливень начнется в общем ладно вроде как обещали сегодня на 6 вечера дождь сейчас только пол четвертого такая черная майка черные вот эти вот брюки из костюма многие спрашивают откуда мне этот костюм с крылышками это сайт гипюр джинсовка моя дизель все видите под низом тут видно моя супер сексуальная огромная грудь привет я не могла вспомнить куда я делала камеру в общем сегодня какой-то такой непонятный день вчера последнее что я вам снимала по моему это что я собиралась выйти на улицу к вадиму с оливией подхватить их в общем это классно очень повезло потому что вчера вроде обещали на вечер дождь я еще так смотрела что тучки затягивала и ремонт делаешь так вот что я рассказывала что вчера вроде не мечтали на то время дождь когда я должна была выйти думала ну еще хотя бы полчасика у нас есть время в общем представляете только я выхожу буквально не знаю минут пять и как начался дождь мы часть дождя как бы переждали есть там по дорожке такой вот как навес из деревьев принципе там не сильно дождик потом мы решили что не отдать и домой как назло понятно от дождя проснулась оливия потому что ей на ножки начал капать дождик в общем расстроились мы и в общем попали под дождь и меня полностью намокли его ноги хотя мы были с зонтом мадам можно я тебе это на секундочку одолжу у меня намокли ноги намокли волосы немного намокла одежда я как-то вечером еще ходила в общем в той одежде в которой была мокрой и в общем ночью у меня воспалились бланды поэтому что-то у нас вся семья понемногу болеет но оливия уже в принципе лучше она сегодня ночью очень хорошо спала прям вообще футь футь фу мы решили мы решили лечь в спальне в зале точнее она была сама в спальне потому что ну как бы уже все уехали и зала снова свободный и она вообще с восьми до часу ночи просто проспала и даже не просыпалась на еду и потом еще два раза только за ночь проснулась у меня такая мысль снимать мои влоги стараться часто-часто снимать в мае хотя бы там каждые или два или три дня выкладывать влоги как вам такая идея в принципе в мае у Вадима даже следующая неделя получается у Вадима типа каникулы потому что праздники целую неделю а в конце мая прилетает моя мама в гости ненадолго и бабушка с тетей тоже будут тут полтора дня с нами поэтому не знаю может быть будет интересно расскажите в комментариях если вы захотите увидеть такие частые частые влоги конечно они наверное не будут знаете супер разнообразными потому что я вам показываю простую домашнюю жизнь но мы будем стараться как там чаще чаще выбираться вот с чем мы сейчас играем с пустой банкой из под кетчупа с мибблером и вот с такой плюшевой это не плюшевая игрушка такой вот сплюшек не сплюшек я вам когда-то показывал здесь грелочка мешочек с рисом когда она была совсем крошкой я и его выкладывала на животик а теперь достали ей уже эта штучка интересна этот единорог ей интересно именно как игрушка но я думаю вы знаете как сильно я люблю разные штуки ручной работы этот единорожка тоже именно ручной работы в принципе я раньше оставляла что-то пыль полетела я раньше оставляла на него ссылочки в инстаграме это девушка в Киеве по моему их делает но если что кому интересно это сами видите просто красотка в общем пока есть возможность решила немножко принять и ладно у меня сейчас на лице глиняная маска от Лера Шпозе из серии Факуар есть у меня вот такая вот бомба от Лаш лимонный щербет по-моему она называется хочу попробовать ее на два раза разрезать потому что она такая огромная уверена что точно на два раза ее будет нормально так сейчас собираемся гулять достала свой такой даже не знаю как как вы это назовете плащ наверное плащ да потому что это не тренч он такой более спортивный и так видите какое у нас тут сооружение чтобы она не полезла куда не нужно или чтобы не ударилась так как теперь эта штучка уже ползет вовсю и страдает вовсю сейчас пойдем гулять я снова перед вами в пижаме не расчесанная не накрашенная скорее всего я даже сейчас и краситься не буду потому что просто на это нет времени точнее время было бы но у кого-то не хватит терпения ждать еще пока я накрашусь тут лишь бы тут лишь бы успеть собраться одеться я имею ввиду в общем как я вам рассказывала у нас закончились запасы еды еще не скуплялись так нормально на неделю Вадим должен сегодня пойти в магазин но так как в принципе обедать нечего то я как раз пройдусь с Оливией мы заодно прогуляемся сегодня вроде 16 градусов показывает надеюсь там не сильно холодно в общем я буду просто в футболке в джинсах накину вот эту штуку сверху плащ тренч это точно не тренч плащ одна из моих последних находок еще в Украине на секунде я его по моему одела только один раз а вот во что одевать оливку Кнопикла что тебе одевать костюмчик флисовый сверху на одежду наверное и буду сидеть сегодня вечером редактировать этот влог чтобы завтра вышел на канале что с моими волосами мне нужно уже будет обновить оттенок волос возможно Вадим даст мне даст мне некоторое время на следующей неделе помню на следующей неделе уже типа каникулы у него то что я говорила я вообще потерялась в датах какое сегодня число двадцать седьмое двадцать шестое Кнопа какое сегодня число двадцать седьмое короче что то мы сегодня как с Маликой не выберемся вложила ее спать сейчас пообедаю Вадим уже идет с работой я сейчас около четырех точнее сейчас где-то пол четвертого блин лилит он разносит что сейчас пообедаю как раз она сейчас поспит надеюсь она в идее должна недолго сейчас поспать в общем хочу попробовать эти ватные диски которые я вам показывала видите как они выглядят чтобы очистить кожу мне нравится что они приятно пахнут то есть нет никакого не спиртового такого запаха то есть это все таки не как прям лосьон какой-то очень приятный такой свежий запах кстати вот это видите у меня тут зеленое это оливий мазь под носик мажу на травах она взяла и носом потерлась от меня ладно все равно эту футболку нужно уже в стирку очень много вопросов получаю по новой одежде которая у меня будет видео на покупке обязательно там все покажу и все ссылки оставлю все наконец-то мы идем на уличу наконец-то мы идем пошли мы искупляться в магазинчик как вам наша новая причесочка пакет и в и и и и Покажи, как подотянуться. Так, мадам на заднем фоне, Вадим ей моет жопку, готовимся уже потихоньку ко сну, хочу вам показать продукты, которые мы взяли, потому что тоже обычно всем всегда интересно. Из нужного, туалетная бумага, кстати, сразу тоже всем всегда интересно, насколько выходит чек, 142 злотых. Так, бегом, пока еще будет батарея работать, хлеб, миндальное молоко, апельсиновый сок, Вадим себе взял молочную шоколадку. Взяли Оливию такие часики, игрушку, потому что она обожает часы. Попробую их у себя на руке, может, поносить, чтобы она именно заинтересовалась очень-очень сильно ими. Фруктовые муссы для нее взяла, вот на пробу, такой вот, такой обедик, ризотто с курицей. В принципе, мы тут все пробовали, и морковку, и лис. Тут какая-то еще и зелень, нормально, надеюсь, что ей нормально будет. И курица, буду пробовать ей давать курицу, потому что, честно, ни я индейку не люблю, у нас никто в семье индейку не ест, и она ее тоже не любит. В общем, попробую курицу, надо поискать именно телятину. Почему-то в бедронке есть говядина, но телятину нет. Яйца, овсяная мука, каша ячменевая, булгур, сосиски, сыр, бекон, рыба. Сегодня буду готовить вот такой вот тайский соус, чили сладкий, острый. А курица, вот там вот такие, видите, макарошки, паста, блин, скоро уже у меня вырубится. Печень для котов, перец, лук, помидоры, туалетная бумага. Вот такой вот закуп. Лимоны. Пока что на этом все, пойду поставлю камеру на зарядку, чтобы я вам попозже тогда показала каким-то образом, что я буду готовить из еды. Точно, и думаю, чего-то ж не хватает. Еще мы взяли и картошку фри, но я вам ее покажу, потому что я буду запекать в духовке как раз к рыбе, без масла, без ничего. И я взяла микс овощей, отдельно тыкву, которую мы всегда берем в кусочках для оливии замороженной. Уже сок немножко сдавился. И не было отдельно брокколи и все такое, поэтому взяла микс вместе, там, цветная капуста, брокколи и морковка. В принципе, все это она пробовала, кроме цветной капусты, поэтому как раз я могу просто либо убрать цветную капусту, либо вот как раз давать ее тоже на пробу как новый овощ. Но я не помню, говорила я или нет, я тоже цветную капусту не люблю, и Вадимка ее, по-моему, тоже не любит. Поставила рыбку с овощами, Оливия уже спит, поэтому сильно громко не буду разговаривать. И картошка фри, как вы видели, будет стоять где-то на 180 градусов. Там в филе такой кусок рыбы, он как бы не толстый, поэтому, по идее, должен быстренько приготовиться. Еще одна такая тушка осталась. Скорее всего, сейчас быстренько переложу в зиппер от Икеи и просто добавлю туда специи, пусть себе там маринуется. Может, на, не знаю, на когда, может быть, заморожу вообще этот кусок рыбы. В общем, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok